Устройство кровли в местах монтажных проемов Герметизация мест проходов через кровлю вентиляционных и коммуникационных труб и антенных устройств осуществляется с помощью специальных проходных элементов. Установку фланца проходного элемента производят в следующем порядке. По шаблону намечают и прорезают отверстия в подкладочном ковре и основании. Поверхность подкладочного ковра, на которой будет установлен фланец, покрывается битумной мастикой и копал. Затем проходной элемент закрепляют гвоздями по периметру с интервалом 15 см. Ряды битумной черепицы, укладываемые на поверхность фланца, подрезают и приклеивают битумной мастикой и копал. Швы затем герметизируют клеем, герметиком и копал. Примыкание ската к кирпичному дымоходу выполняется с помощью выкройки из гендовного ковра и копал пинта ультра или оцинкованного металла, изготавливаемый непосредственно на месте работы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В местах стыка ската с дымоходом к основанию набивается деревянная треугольная рейка размером 5х5 см. Подкладочный ковер заводится на рейку. Рядовая черепица заводится на рейку с нижней стороны дымохода. Подъемную полосу для нижней части дымохода монтируют так, чтобы она заходила на 30 см на стену дымохода и на 15 см на битумную черепицу. Затем монтируются боковые подъемные полосы, которые заводятся под черепицу. В последней монтируется верхняя подъемная полоса, которая также заводится под черепицу. В верхней части подъемных полос закрепляются механически при помощи металлических планок и герметизируются клеем-герметиком и капал. Ряды черепицы, заходящие на боковые и верхние подъемные полосы, крепят на битумную мастику и капал. Швы также герметизируют клеем-герметиком и капал. Монтаж коньковой черепицы Рядовую черепицу доводят до такого уровня, при котором места крепления последнего ряда будут закрыты коньковой плиткой. Конек монтируют плитками из коньково-карнизной полосы и капал-комби, переламывая их на три части в местах перфорации. Удалив защитную пленку с нижней стороны, коньковую плитку укладывают короткой стороной параллельно коньку и перегибают на обе стороны ската. Затем закрепляют на четыре гвоздя, по два с каждой стороны ската. Коньковая плитка укладывается с перехлестом 5-10 см, таким образом, чтобы перекрыть места крепления предыдущей коньковой плитки. Последнюю коньковую плитку приклеивают битумной мастикой и капал, или при помощи строительного фена. По окончании монтажа битумной черепицы все швы, торцы, яндовы, примыкания, монтажные проходы обязательно герметизируют клеем-герметиком и капал. Клей устойчив к ультрафиолетовому излучению и сохраняет эластичность, обеспечивая защиту от попадания влаги в места соединений. Рекомендации по эксплуатации кровли из битумной черепицы и капал проверяйте состояние вашей кровли дважды в год, весной и осенью, и в случае необходимости выполняйте ремонт монтажных проемов, отверстий и трещин. Удаляйте с кровли мусор, снег, ветки и листья с помощью мягкой щетки. Не используйте для этого острые предметы. Обеспечьте беспрепятственный отвод воды из кровли. Удаляйте снег только в случае необходимости, если он может упасть и создать опасную ситуацию. При этом следует оставлять на кровле защитный снежный покров не менее 10 см. В данной инструкции был представлен монтаж битумной черепицы и капал. При этом не рассматривались конструкция кровли и устройство вентиляции подкровельного пространства. Информацию по этим и другим вопросам можно найти в руководстве по применению битумной черепицы и капал для скатных кровель или у специалистов и капал. Редактор субтитров А.Семкин